Очередное обострение в Донбассе грозит перерасти в затяжную кампанию. По данным вооруженных сил ДНР и ЛНР, украинская страна проводит перегруппировку сил и подтягивает резервы, очевидно, готовясь к очередному наступлению. Почему белорусы едут на чужую войну и за что они воюют по разные стороны? Украины фронта, выясняла лента.ру. Дать орде по зубам белорусы оказались вовлечены в украинские события еще до начала боевых действий в Донбассе. Одним из первых мучеников Майдана, погибших в ходе госпереворота в Киеве, стал уроженец Гамеля Михаил Жизнецкий, указом Петра Порошенко посмертно награжденный званием Герой Украины. О Жизневском мало что известно. Из родного Гамеля он уехал еще в 2005 году и с тех пор считался пропавшим без вести. Как выяснилось, уехал он на Украину, где вступил в Унаунсо, и в 2013 году закономерно оказался на Киевском Майдане, где безвременно почил от пули снайгера, и таких легионеров, как Жизневский, на Майдане было немало. Белорусские националисты принимали деятельное участие в киевских событиях, их бело-красные флаги появлялись в разных местах из-за видной регулярности. Но по-настоящему массовым приток белорусских добровольцев стал весной 2014 года, когда на юго-востоке началась война. Точное количество белорусов, воюющих по обе стороны украинского конфликта, неизвестно до сих пор. Если в декабре 2015 года глава белорусского МВД Игорь Шуневич говорил, что там находится около 100 граждан Белоруссии, то в марте этого года начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией ГУБОПИК МВД РБ Николай Карпенков сообщил, что на причастность к наемничеству проверяются 734 белорусы, и личности 188 из них, по его словам, уже установлены. Сегодня известно достаточно фактов участия белорусских граждан в войне в Донбассе, и почти все они касаются тех, кто воевал и продолжает воевать на стороне Украины, в рядах суетов рыбатов, добровольческих батальонов. В основном мотивация таких добровольцев сводится к желанию бороться с российской агрессией. Ведь если не остановить русский мир на дальних подступах, на Украине, то Москва рано или поздно завоюет и Белоруссию. Если орда не получит по зубам здесь, в Донбассе, она пойдет дальше, и Белоруссия, я абсолютно убежден, будет проглочена, как и Крым, за пару суток, заявлял боевик правого сектора Эдуард Лобов, по совместительству и сопредседатель белорусской националистической организации «Молодой фронт», щеголявший по Минску футболки с надписью «Москалей на ножи». Еще недавно невозможно было себе представить, что сколько-нибудь заметное число белорусов будет воспринимать Россию как врага. Известно, что украинские националисты принимали активное участие в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков. Но белорусы в той войне не участвовали, по крайней мере, в массовом порядке. Однако за 20 лет, не без участия государственной пропаганды, в Белоруссии подросло поколение, отдельные представители которого видят смысл жизни в борьбе с русским миром и с российской угрозой, причем с оружием в руках. Точка справедливости ради стоит отметить, что белорусов, воюющих на стороне ДНР, или НР, все-таки больше, чем в рядах в суд. А попытки создать на Украине отдельное подразделение, полностью состоящее из белорусских националистов, до сих пор не увенчались успехом. Тактическая группа Беларусь, о которой так любят говорить националистические масс-медиа, изначально была частью правого сектора, а затем, других добробатов просто потому, что в нее не удалось набрать достаточно бойцов, чтобы создать самостоятельное подразделение.малюты и муджахи, тем не менее белорусские радикалы, воюющие на стороне Украины, в медийном плане более активны и заметны, нежели их соотечественники в рядах вооруженных сил ДНР, или НР, объясняется это достаточно просто. С одной стороны, и те, и другие опасаются проблем с белорусским правосудием, представители которого неоднократно заявляли, что будут с одинаковой строгостью преследовать как первых, так и вторых. Но при этом многие белорусы, служащие в Суидо-Брабану, уезжая на Украину, не собираются возвращаться на родину, поэтому без опаски рассказывают о своих идеалах и борьбе за них, позируют с бело-красными флагами и шауронами с гербом Белорусской Народной Республики, акцентируя внимание на своей белорусскости. Многие из них получают известность благодаря скандалам, как, например, уроженец Бреста Данил Лишук, который за свою не очень долгую жизнь успел побывать неонацистам-язычникам, футбольным хулиганам, рэп-исполнителям и радикальным антифашистам, закончив идейный поиск приходом к радикальному исламу. В результате Лишук взял имя Даниэла Альтакбир и под позывным аджакет вступил в печально известное добровольческое подразделение Торнадо, прославившееся карательными операциями в Донбассе, грабежами и мородерством. В какой-то момент преступления Торнадо переполнили чашу терпения украинского правосудия, обычно крайне лояльного к шовостям добровольцев. Все руководство скандального подразделения во главе с уголовным авторитетом Руслана Манищенко по кличке Бельмас оказалось за решеткой. Осужден был Ильишук, произносивший в зале суда зажигательные речи про джихад, которую он объявил России в ответ на ее действия в Чечне. Еще один пример – бывший начальник разведки батальона ЗОВ Сергея Коробкин, Малюта. В прошлом белорусский спецназовец, нацист по убеждениям, не так давно тесно сотрудничавший с известным российским нацишоуменом Максимом Марцинкевичем, Тесаком. Если сейчас многие белорусские радикалы, отправившиеся на Украину бороться против российской агрессии, сталкиваются с огромными проблемами, пытаясь получить гражданство новой родины, то коротких получил украинский паспорт лично из рук Петра Порошенко и, кстати, неплохо заработал на своей службе. В налоговой декларации он отметил доход в сотни тысяч долларов. Недавно приобретенную квартиру в Киеве, половина еще одной квартиры и даже личный самолет. Точка в противоположность этому многие белорусские добровольцы ДНР или НР по окончании боевых действий планируют отправиться домой. А многие уже вернулись, поэтому они не светятся в СМИ, а интервью раздают крайне редко и часто на условиях анонимности. Наиболее медийный белорусский боец Новороссии, снайпер Наталья Красовская, воевавшая еще в период обороны Славянской. Ее нынешняя судьба и местонахождение доподлинно неизвестны. Возможно, она погибла. Но, что более важно, белорусские бойцы в подразделениях Новороссии куда менее заметны, чем их соотечественники из ФСУ. Просто потому, что они не светят свою национальную принадлежность, у них нет никакой особой атрибутики, своих отдельных знамен. Более того, многие из них предпочитают носить нашивки с российским триколором, а не с белорусским красно-зеленым государственным флагом. Точка дела в том, что идентичность этих людей связана скорее с принадлежностью к русскому миру, так же, как у российских добровольцев и уроженцев Донбасса, и у тех, кто приехал воевать за ЛДНР с Центральной и Западной Украины. Другие белорусы для них, не столько соотечественники, сколько просто земляки, поэтому они не склонны к объединению по национальному признаку. Из-за этого у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что уроженцы Белоруссии в этой войне сражаются в основном на стороне Украины. Добровольцы или наемники Александра Лукашенко и высокопоставленные белорусские чиновники неоднократно заявляли, что будут одинаково строго преследовать как соотечественников, уехавших в ЛНР, ДНР, так и бойцов-добробатов. На практике же все получается интереснее. Дело в том, что белорусы, воюющие за Украину, формально не подпадают под действия ИСТЭ. 133 УКРБ наемничество. Так как она инкриминируется только лицам, участвующим в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, и при этом не входящим в состав вооруженных сил воюющих сторон и действующим в целях получения материального вознаграждения. А белорусские добровольцы вреда в СУ как раз входят в состав вооруженных сил, в отличие от белорусских сторонников Новороссии, так как официальный Минск не признает ДНР или ИНР. Поэтому, например, задержанного в 2015 году в Минске боевика правого сектора Тараса Алатарова судили не за участие в военных действиях, а за контрабанду оружия. А волонтеру Азова неонацисту Станиславу Гончарову по прозвищу «Террор-машина» припомнили лишь нападение на подростков Антифа, совершенное еще до начала войны в Донбассе. Но к белорусским ополченцам Новороссии местное правосудие относится совершенно по-иному. В сентябре 2017 года в Литебске был осужден воевавший за ДНР гражданин Белоруссии Алексей Ершов. Получивший два года ограничения свободы по ЧА.1 статье. 361.3 УК РБ участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства без уполномочия государства и при отсутствии признаков наемничества. Получение материального вознаграждения доказать не удалось. Ершов стал первым в современной истории белорусом. Получившим обвинительный приговор за участие в боевых действиях за границей. Через два месяца по той же статье в Гамеле был осужден житель города Речица Виталий Митрофанов. А в декабре того же года воевавший в казачьем полку ЛНР белорус Виталий Котлобай уже получил реальный тюремный срок. Его приговорили к двум годам колонии. В мае 2018 года два года получил белорус Павел Ярот, обвиненный в том, что проводил обстрелы позиций вооруженных сил Украины с использованием закрепленного за ним боевого огнестрельного оружия. Врабывал в составе расчета на линию разграничения противоборствующих сторон для корректировки и ведения огня по позициям противника. Вел огонь по указанным позициям. И нет особых сомнений в том, что репрессии против белорусских бойцов ЛНР, ДНР будут продолжены. Заявления представителей официального Минска говорят об этом более чем доходчиво. Хватает везде предателей, экзампированных личностей, которые ищут какого-то счастья вне пределов нашего государства. Охарактеризовал уехавших воевать на стороне Республик Донбасса министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич. Кого именно предали эти личности, Шуневич не уточнил. Боевиков, которые воюют против украинцев, надо уничтожать, заявил еще в 2014 году Александр Лукашенко. Он говорил абсолютно искренне, ибо поражение Украины и крах ее государственности рассматривается белорусским лидером как величайшая угроза всему постсоветскому миропорядку. В рамках которого Лукашенко почти четверть века сохраняет де-факто самодержавную власть. Поэтому те, кто воюют против украинского государства, всегда будут расцениваться минским режимом как враги. Масла в огонь подливают оппозиционные СМИ, изображающие боевиков украинских добробатов как идейных борцов с имперской агрессией России, а белорусских ополченцев, как алкоголиков, маргиналов и уголовников, воюющих. Разумеется, исключительно ради денег.Так или иначе, результаты культурной политики белорусских властей, направленной на легализацию и культивацию национализма, не заставили себя долго ждать. В Белоруссии заметно прибавилось людей, готовых брать в руки оружие и ехать за границу, чтобы остановить русский мир на дальних подступах. И можно не сомневаться, что при сохранении нынешних тенденций в государственной идеологии число будет только расти. Продолжение следует...